Вот с таким 9-метровым образцом мастер ходил по ближайшим деревням. И девушки выбирали орнаменты для своих будущих сарафанов, платков и платьев. 15, 16, 17, 18. Именно для этого здесь стоят цифры. Такое полотно называли заказником. После того, как заказ был сформирован, мастеров ждало два месяца кропотливой и порой небезопасной работы. И только потом крестьянки получали заветную набивную ткань. Белый холст при помощи досок манер. Вот целая коллекция у нас. Художник или мастер нанес рисунок, зарезервировал этот рисунок. И затем уже погрузил эту ткань в большой чан или куб. Оттого этот промысел и называли кубовой набойкой. В чане находился пигмент цвета индига. После того, как ткань приобретала синий цвет, ее развешивали на круг, усыпанный коваными гвоздями, чтобы стекала краска. Это приспособление называется баран. Когда будущее изделие высыхало, его промывали в ядовитом растворе и воде. После этого ткань можно было стирать, не боясь, что орнамент пропадет. Сейчас это ремесло почти исчезло. На всю Россию художников, владеющих мастерством кубовой набойки, осталось не больше шести. Елена Дикова единственная в Вологодской области, работает в этой технике. Сейчас часть ее изделий расположилась в музее-заповеднике. На открытии собственной выставки она рассказывала, что процесс набойки похож на волшебство. Ты вапой наносишь, потом опускаешь в этот синий раствор, и когда ткань появляется, она не синяя, она сначала изумрудно-зеленая. И потом она, глотая воздух, который мы с вами дышим, начинает синеть. В такой технике Елена Дикова делает костюмы, кукол и просто полотна с орнаментами. Выставку назвали «Синие рассветы». Ее устроили в рамках цикла мероприятий, традиций и современность. Наряду с авторскими произведениями современного художника или современного мастера мы показываем свои уже музейные коллекции. Поэтому наряду с изделиями Елены Диковой здесь представлены и традиционные костюмы Вологодской губернии начала 20 века. Причем сотрудники музея признаются, что даже они отличили бы старинные изделия от новых только по ткани. Изделия с кубовой набойкой можно увидеть до 2 февраля. Ольга Амелина, Алексей Романов. Новости Вологды.